Продолжение следует... Вы знаете, что бы ни происходило и куда бы Украина ни шла, мы всё равно когда-то и где-то встретимся. Почему? Потому что мы один народ. И как бы на то, что я сейчас сказал, не сердились националисты с обеих сторон, а националисты есть и у нас, и на Украине. На самом деле оно так и есть. Потому что у нас одна непровская киевская купель. У нас, безусловно, общие исторические корни и общие судьбы. У нас общая религия, общая вера. У нас очень схожая культура, языки, традиции и менталитет, как Вы правильно сказали. Есть, безусловно, свои особенности и своя этническая окраска во всём. Кстати, украинская культура, украинский язык, танцы, музыка, они замечательные. Я, например, восхищаюсь всегда этим. Ну, и вот Вы сейчас упоминали про революционные события после Первой мировой войны. Ведь, обращаю Ваше внимание, про элиты говорили. Вот что любопытно, и белое движение, и красное они никогда не ставили, дрались между собой насмерть, миллионы людей погибли в ходе гражданской войны, но никогда не ставили вопроса об отделении Украины. И красное, и белое исходили из целостности российского государства. Что касается этой части Украины, это край, то мы понимаем и помним, что мы родились, как я сказал, из общеукраинской Днепровской купели. Там зарождалась Русь, и мы все оттуда родом. Так случилось, что часть этой территории оказывалась в руках различных государств, которые находились западнее от этих территорий. И все эти годы, и все эти столетия украинский народ терпел большие лишения. По сути, страдал. Был подчас на положении, на таком рабском унизительном положении находился. Только после воссоединения обеих частей Руси эта часть, Украина, начала развиваться и, по сути, процветать. За время совместного и единого существования Украина превратилась в большое европейское государство, получив дополнительные территории, население. Причём это и за счёт России, за счёт некоторых областей на Западе. Советский Союз произвёл такие обмены и наградил Украину этими территориями. На юге? На юге. Это неважно. Но, во всём случае, превратилось в крупное государство. Были проведены колоссальные инвестиции в инфраструктуру, в развитие промышленности и так далее. Ну, так вот получилось сегодня, что мы живём в разных государствах, надо исходить из реалий, надо исходить из того, что значительная часть украинского народа дорожит самостийностью, то есть независимостью. И нужно это не только принимать, нужно это уважать. Кстати говоря, только при уважении взаимных интересов и вот таких подходов можно решать общие вопросы, представляющие общий интерес. Что касается интеграционных процессов, мы должны здесь относиться с уважением к Украине. Если Украина считает, что ей нужно и целесообразнее заключать договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом, значит, так тому и быть. Но мы видим здесь определённые проблемы для нас и для них. В чём они заключаются? Что такое зона свободной торговли, ассоциированные членства? Не помню, как там эти документы называются, но суть их неизвестна. Суть заключается в том, что Украина берёт на себя дополнительные обязательства по снижению таможенной защиты, таможенных барьеров. По значительной группе товаров, то, что скажу, понятно, даже не нужно быть специалистом. Украина в течение какого-то времени, а по нему там сразу, обнуляет ввозные таможенные пошлины. Это первое. И второе вводят европейские стандарты регулирования, технического регулирования. Сейчас скажу, что это такое. Но когда обнуляются пошлины, появляется товар иностранного производства на украинском рынке, а свои-то предприятия работают, куда свой-то товар девают. У нас есть опасения, что они будут выдавливаться на наш рынок, на рынок таможенного союза, на рынок России, Казахстана и Беларуси. Но мы так не договаривались. Это будет создавать проблемы для нашей экономики. Это первое. И второе. Что такое внедрить у себя в одночасье технический стандарт? Это значит, что украинские предприятия должны будут выпускать всё – лифт, машину, рубашку, часы и прочие все социальные товары – по правилам, по техническим регламентам Евросоюза. Они хорошие, но они очень жёсткие. И чтобы предприятия так и работали по этим регламентам, нужны инвестиции многомиллиардные, время нужно. Сомневаюсь, что это возможно сделать в одночасье. А пока это будет сделано, многие предприятия уже разорятся. Или, опять же, будут выталкивать товар на наш рынок. Мы вынуждены будем закрываться. Вот в чём проблема. А это к чему может привести? У нас есть очевидные конкурентные преимущества. У нас общая транспортная инфраструктура, общая энергетика. У нас кооперация глубокая. У нас общий язык. Это большие конкурентные преимущества. Они исчезнут. Я с трудом себе представляю, а как будет развиваться ракетно-космическая отрасль Украины? Она же такая солидная очень. И ракетная отрасль, и авиация. Я просто не представляю. Без нашего рынка. Моторостроение авиационное. Мы сегодня покупаем наши все вертолёты, оснащены украинскими двигателями. Что нам делать? Как это будет всё развиваться? Или не будет вообще? Поэтому вопрос не в том, что мы хотим или не хотим. Держим или не держим. Мы и сами ведём переговоры с Евросоюзом. И о зоне свободной торговли думаем. Мы думаем о том, чтобы заключить новое базовое соглашение. Но, вы знаете, я же ведь очень давно и хорошо знаю наших европейских партнёров. Они очень хорошие ребята. С ними и пивка можно махнуть немецкого, и шнапсы выпить, и бокал вина французского или итальянского выпить вкусного. Но когда они садятся за стол переговоров, это очень жёсткие люди, очень прагматичные. И что-то получить от них – это, знаете, сложная задача. Поэтому мне казалось, что если бы мы в рамках единого какого-то экономического пространства вместе бы определили какие-то принципы, то разговаривать, скажем, европейцам с нами в составе России, Украины, Казахстана, Белоруссии было бы гораздо сложнее, чем поодиночке с каждым, в том числе, тем более в отношениях напрямую только с одной Украины. Посмотрим, какой будет выбор украинского руководства. Мы к любому из этого, какой бы выбор ни был сделан, мы отнесёмся с уважением и, безусловно, будем продолжать работать. Но вопрос просто только в том, как будем работать, что мы должны будем предпринять для защиты своих собственных интересов. Видно будет. Видно. Видно. Продолжение следует...